Дамы и господа, здрасте, рад вас приветствовать. Сегодня 33-е из моей помощи занятие нашего замечательного курса, в котором мы разбираем слова Торы с грамматикой и иногда некоторых молитв. Я немножко вот эту тему запустил, мы давно уже не занимались ничего, кроме текста собственного хумаша, и обнаружил я, что следующая суббота – это шаббат Агадоль, то есть последняя суббота перед Песохом, и решил вам дать хотя бы немножко. Во-первых, я вам дам вот такую ссылку. Ссылка довольно полезная, на мой взгляд. Вот, так, прошу вас. Так, работает, не работает, сейчас оставлю. Вот, так. И поставил я вам в чат самые первые слова, которые мы читаем в пасхальном сейдере. Собственно, это ее порядок. Это его порядок, это так называемый симоним. Вот, их можно прочитать, их можно спеть. Вот, во многих семьях принято, что перед каждым из пунктов пасхальной Агады читают его название. Говорят Кадеш и делают Киду, говорят Урхац и делают Омовение Рубец Богословения и так далее. Ну, тот, кто придерживается этого обычая, должен иметь в виду, что вот эти вот вещи Рахца, Моцы, Моца объявляют сразу три вместе, потому что Рахца это не стояное, как Омовение Рубц с благословением, и после него уже не надо отвлекаться ни на какие другие слова. Моцы это благословение, а Моцы, Моца это благословение на исполнение заповеди, кушать Моцу. Вот, и между благословением и самой заповеди не должно быть никакого перерыва, поэтому мы объявляем заранее и делаем это подряд Рахца, Моцы и Моца. То есть Омовение Рубц, благословение на Омовение Рубц, благословение на Моцу и сразу вкушение Моцы. Вот, и многие считают, что желательно съесть Кезаид, это определенное количество Моцы, ничем ее не заедая и не запивая, разве что водой, если ее трудно проглотить, да, не отвлекаясь, ни на что не разговаривая, вот, и опершись на Левый Бог. Как обычно. Ну, вот, все законы, собственно, это не моя прерогатива, я об этом много говорить не буду, просто вспомнилась. Так, давайте разберем вот эти слова вначале, а потом перейдем к нашей теме, какая будет у нас тема. На прошлой неделе, в последнюю субботу, мы начали третью книгу, пяти книжек, книговая игра. Эта книга посвящена вопросам святости, чистоты, нечистоты и жертвоприношений. Жертвоприношения от нас вещь несколько далека, к сожалению, в отсутствии храма, вот, жертвоприношения мы не имеем возможности приносить. Вот, поэтому многие термины нам непонятны. И сейчас мы попробуем эти термины увидеть и выяснить, некоторые из них расшифровать, вот, а не просто перевести. Так, ну вот, товарищи, значит, читаем текст, читаем текст. Видно, что видно на экране? Значит, вот то, что у меня выделено, это видно, да? Да. Да, видно, видно слова, слова. Видно, видны слова, сейчас я попробую их еще увеличить, вот, чтобы их лучше было поразбирать. Так, вот, и давайте посмотрим. И разберем их с грамматической точки зрения. Первое слово – кадеш. Кадеш, мы знаем, что это такое, это кедуш. Кедуш перед трапезой, кедуш вечерний, который есть и в субботы, и в празднике. Вот, значит, текст его вы можете найти по ссылке в переводе на русский язык. Произведение, которое называется «Хагада шель-песах». Не путайте, есть слово «агада» с «алифом». Это, так сказать, фольклор. Есть «Хагада», это конкретно вот это вот произведение «Хагада шель-песах». Вот, вы можете его найти в интернете, если нет его в печатном виде. Итак, что такое кадеш? Это императив, то есть повелительное наклонение. О святи, да? И корень здесь, вот он, кув, далит шин. Так, то есть совершите душу. Дальше, у рхац. У – это соединительный союз. Значит, остается у нас корень рхац. Что такое рхац? Рахац – это помыть, да? Омыть. Рхац – это омовение рук. Оно делается здесь без благословения. Вот, потому что, значит, само омовение с благословением – это идет у нас дальше. И называется оно рахца от того же корня. Так, что такое карпас? Слово карпас, судя по всему, не еврейского происхождения. Это нечто вроде закуски. В качестве карпаса у нас принято брать кусочек вареной картошки. Ну, в принципе, любой овощ. Вот, что с ним делают, это вы сами все посмотрите. Что такое яхац? Этот корень редко сейчас встречается, но означает он преломление, то есть разламывание. А что мы разламываем? Среднюю, вторую из трех мацот, которые лежат перед ведущим институтом. Вот, и что там дальше происходит? Значит, часть становится фикаман, часть мы возвращаем на место. Все это вы можете посмотреть. Яхац – это вот такой корень сам по себе, который означает разломить. Магид, лехагид, гигид – это рассказ, рассказать, повествовать. Мы говорили с вами о том, что слово амар, алифмамреш, корень, он в современном иврите не используется в будущем времени и не используется в повелительном наклонении. Если ты просишь кого-то что-то сказать, например, скажи мне, когда будет какая-то остановка, или скажи мне, знаешь ли ты, какая улица. Вместо этого используется обычно на улице корень лехагид. Тагид ли бевакаша. Когда я это услышал впервые, меня это несколько удивило. Почему «расскажи мне, пожалуйста, когда мне выходить», а не «скажи». Потому что не принято сейчас в современном иврите использовать формулу, например, «томар ли, скажи мне». Магид – буквально это рассказчик, повествователь. Называлась должность сейчас практически несуществующая, странствующий проповедник. Вот была такая миссия, это человек, который ходил из общины в общину, читал что-то типа нравоучительных бесед, обычно, комментариев на недельные главы, ну и заодно и разносил новости, ну такой вот интернет. Так, слово «рахца» – омовение от того же корня, что и здесь, да, вот здесь, значит, делается омовение, как обычно перед трапезой, по три раза. Ну, тот, кто делает по три на каждую руку. Вот, «мо ци», «гамо ци» – это слово из благословения. «Гамо ци» – это тот, кто извлекает. Мы видим здесь тот же корень, что в слове «йо ци». «Йо ци» – что это такое? «Йо ци» – это «вышел», выходит. «Я ца» – «вышел». А «го ци» – это каузативный бениан «гив-ил». То есть «вывел» – сделал так, что кто-то вышел. Кто вышел? «Гамо ци лехем мин га арец» – это мы благословляем, естественно, Всевышнего, который вывел хлеб из земли, то есть который создал мир так, что хлеб, то есть пшеница или там, допустим, рожь, произрастает из земли. Вот так уж устроен этот мир. «Гамо ци лехем хлеб мин га арец» – из земли. «Ма ца» – слово «ма ца». Ну, всем известно, что такое «ма ца». По-русски она называется «оприаснуки». Обратите внимание, что есть корень, похожий по звучанию, «ма ца» с «алиф» на конце, который означает «нашел». Собственно, вот он. «Ма ца» – это тот же корень, что вот и здесь мы видим, «йо це». Но значение у него совсем другое. «Мо це» – это «нахожу». Так, что такое «морор»? «Морор» – это горькая зелень. Мы знаем слово «мар». «Мар» – это горький. Можно сказать «марир». Это корень, в котором вторая буква и третья буква совпадают. Поэтому иногда они объединяются. Например, в слове «мар» всего-навсего две буквы. Тем не менее, они представляют корень, который из трех букв. «Корех» – слово «корех» сейчас практически не используется в ибрите, потому что есть международное слово «сэндвич». Что такое сэндвич? Стандартный сэндвич – это два куска хлеба с чем-то между ними. Это может быть колбаса, это может быть какая-нибудь шкаладная паста или сыр. А слово «корех» – складывать пластами. Здесь означает, что мы между двумя небольшими кусками мацы кладем горькую зелень. Во времена храма, когда существовали жертвы, мы клали и кусок мяса пасхальной жертвы, как делал рабе Акива. В память о нем мы читаем этот текст и делаем вот этот «корех». Шульхан – «орех» – слово «шульхан» – это стол. «Орех» – это значит, что такое «орех дин», например. Это толкователь закона. «Орех» – это буквально редактор, то есть тот, кто приводит порядок. «Шульхан Арух» – практически те же буквы. Это накрытый стол. «Шульхан Орех» – это значит «накрой стол». Этими словами обозначается праздничная трапеза. Трапеза, которая является неотъемлемой частью пасхального сфера. Слово «цафун» означает «скрытый», «скрытый глаз». Точно так же пишется слово «цафон» вместо «шуруха». Здесь в нем холам цафон – это север. Очевидно, тот, кто пришел с севера, он что-то скрывает. Или, по крайней мере, он знает больше, чем говорит. Так, цафун. Что у нас сокрыто на пасхальном сайдере? Мы прячем афикаман. Вот здесь его надо, так сказать, найти или просто открыть и съесть по кусочку. Так, барех – это биркат амазон. Что такое барех? Благослови. Браха – от того же корня. Биркат амазон. Буква «хав» здесь, а там буква «кав» – это одна буква. Биркат амазон – благословение после трапезы. Трапезы. «Халлель» – это праздничная, это полевная песня. «Ле халлель». Вот почему-то у меня вот это вот слово не выделилось больше, а надо бы. Так, исправим. Вот «нирца» – это слово первое из текста, который мы зачитывали в конце пасхальной годы. «Да будет желанно». Что такое «нирца»? Это «нифаль» – красивый биньян от корня «роце» – «роца». «Роце» – это «хочет». Пусть добудем мы желанно Всевышний, добудет наш цедр, да, желан и приятен Всевышнего «нирца». Вот такая штука. «Кадэ шурхац, карпац, яхац, магидрахца, моцимацам, мароркорэх, шурханарэх, цафунборэх, алиля нирцам». Вот так мы это и споем. Буквально весьма и весьма вскоре. Так, ну ладно, мы с вами немножко, так сказать, актуальнее занялись. А теперь давайте перейдем к теме, значит, недельной главы. Так, недельная глава называется «Вайкрат», точно так же, как книга, которую мы начали. И вот, значит, я препарировал два первых параграфа из нашей недельной главы и выделил здесь, ну вот, желтым – это слова, которые либо нам более или менее известны, то есть многие. Либо эти слова мы можем отгадать, то есть понять, зная корень или зная другие однокоренные слова. Те слова, которые, на мой взгляд, нуждаются в том, что мы полезли в словарь, да, я вам из словаря выбрал. Ну, они выделены вот так вот, вот так зеленым они выделены. Вот, давайте посмотрим, что, значит, что это за слова, вот, и каков в них смысл. Так, «Вайкра эль-Моше» и призвал к Моисею, то есть позвал Моисея, «Вайда бергашем элав» и разговаривал Бог к нему. Разговаривал с ним или говорил к нему. «Ме-огель-моэль» – слово «огель» нам встречалось в предыдущих книгах. Это шатер. Слово «моэд» буквально означает «срок». Например, кладбище называется «бет-моэд-ваколь-хай» – время срока всего живого, всего живущего. Кроме того, значит, однокоренное слово «ля-у-лам-ва-эд» – всегда, во веки веков обычно мы его переводим. То есть это место, которое называется шатер-собрание. Почему собрание? Хотя «моэд» – это срок, потому что это место, куда к определенным срокам собиралось все общество, все общество сынов Израиля. «Леймор» – говоря. «До веро-любней сэр» – говори сыном Израиля. «Ве-амарта алейем» – и скажешь ты им, Адам – человек. «Ки» – «если». Значит, слово «ки» имеет много значений, чтобы понять, что оно значит в этом случае, надо смотреть перевод. «Як-рив» – корень здесь «кув-рейш-бет». Нам сначала слово «коров» – это «близкий», «лега-крив» – это «приблизить». Вот, однокоренное слово, вот оно, «корбан». «Корбан» – это жертвоприношение, жертвенное животное. Или мы увидим, что есть и другие виды «корбанот». «Як-рив», «корбан» – это «принесет жертвоприношение». Значит, аналогии, которые возникают у русскоязычного слушателя, жертву, что-то пожертвовать от себя, что-то оторвать от себя, то есть дать что-то такое, что самому, в общем-то, нужно. То есть мог бы не давать, а вот, понимаете, смилостивился или пожалел. Это неверная аналогия, слабо «корбан» просто означает «принести в жертву». Нечто оговоренное мы увидим с вами в книге «Вайкра», какие были жертвоприношения. «Мин» – да, «лашем» – Всевышнему. «Мин га бэйма» – что такое бэйма? Это домашний скот, в отличие от хая, например, диких животных. «Мин га бакар» – это крупный рогатый скот, именно так. Сам бык не называется словом «бакар», и корова не называется, а «бакар» называется именно сообщество, именно вот, скажем, вот то, что по-русски называется крупный рогатый скот. «Мин га цон» – слово «цон» – это мелкий рогатый скот, то есть козы и овцы, но, соответственно, с козлами и баранами. Обратите внимание, что слово «бакар» уже как бы стоит во множественном числе, но, тем не менее, оно имеет форму множественного числа. Иногда говорят «бэкарим», что, в принципе, значит то же самое. А вот слово «цон» множественное число не имеет. Интересно, что в английском языке слово «шип» означает «овцы», но нет формы «шипс» – «овцы». Слово «шип» еще означает «корабль», его «шипс» с «с» на конце во множественном числе означает именно «корабли», но никак не «овцы». Так риву принесете, так это «корбанхэм» – вашу жертву. Так, им «олла» – это название самой первой рассматриваемой жертвы, которая на русский язык вводится, как, кто-то знает? Ну, дайте мне тоже иногда отдохнуть. Сожжение. Жертва всесожжения, да. Почему именно так она называется? Слово «олла» – что оно означает на иврите? Ну, все. «Ола» – «поднимать». Нет, это все. А, поднимать тоже от глагола «поднимать». Да, да, да. «Оле» – это тот, кто поднимается. Например, «олела» – «отобус» ходит в автобус. Вот, и еще словом «оле» называется «тот, кто приехал в завтра». Репатриант. Да, совершенно верно. А слово «олла» – почему оно так называется? Потому что туша животного полностью сжигается и дымом поднимается ко всешнему. Ну, это одно из объяснений. Конечно, остается пепел, остается, значит, что-то там такое, что потом куда девается, да. Выносится в специальное место, которое мы увидим, да. Значит, слово «олла» – это то, что по-русски называется «жертва всесожжения», которое полностью сжигается. Корбано – «корбан» – его, его правоприношение. «Минабакар» – из крупного рогатого скота, «захар». Слово «захар» нам должно быть известно. Это «тамец» – мужской род. Когда мы хотим сказать о каком-то слове, что он стоит в мужском роде, да, мы говорим о нем «бе-захар» в мужском роде. Слово «тамим» означает «цельный», «целостный», «без порока». В данном случае имеется в виду «без полезного ущерба». Обратите внимание, что от того же корня слова «там» в отношении к человеку, да, может означать и «цельный», как, например, говорится про Якова, «иштам», да, нашего братца, но иногда используется оно с отрицательной коннотацией, человек простой, человек, ну, иногда даже неразвитый. Ну, надо отличать, что есть что. Так, «захар» там «якри вену», так, принесет его. «Эль петах», слово «петах» – это «врата», «вход». «Охель моет», «шатра собрания», «якри в ото», «принесет его». «Лир цоно», «к желанию его», «лифней ашем», «перед Богом». «Ве самах». Дальше я не буду читать текст, а буду просто выделять определенные слова. Что такое «самах»? «Самах» – это «облокотиться» или «обопрется», «смеха» – это буквально рукоположение. В данном случае человек, который приносил эту жертву, должен был положить обе руки на голову жертвенного животного и сильно нажать, то есть как бы опереться об него, облокотиться об него. Аналогично, когда учитель передавал полномочия своему ученику, то есть формально некое действие, которое должно было означать, что вот теперь ученик сам может учить других, назывался «смеха». Собственно, так и называется диплом, который получает Рав, сдавая соответствующий экзамен, раввинская «смеха». Дальше. «Ле хапер» – «йом кипур» – «день искупления». «Ле хапер» – «искупать». Что означает искупление? Я как-то уже рассказывал. «Ве шахат» – «шахат» – «зарежет». «Зарежет» – это слово относится к животным и птицам. «Эт бен Абакар». Почему здесь написано «сына быка»? Подчеркивается снова, что это жертвенное животное должно быть захар мужского рода. Мы увидим с вами чуть дальше еще про птицу, которая называется бен Йона. Дело в том, что слово «йона» – голубь женского рода. А как сказать «не голубица», а «голубь»? «Бен Йона». Дальше. Слово «дам». Наверное, мы знаем, это «кровь». Тот, кто собирается дальше прочитывать недельный раздел самостоятельно или, скажем, во время чтения в синагоге, понимать слова. Вот мы сейчас набираем термины. Те термины, которые будут постоянно повторяться. Вот, собственно, мы сегодня с большинством из них встречаемся. «Везарко» – корень «зайн рэш куф» – буквально означает «бросит». Ну, «зарко» – это «дам», «бросить кровь». Что это значит «бросить кровь»? Это или «вылить кровь», или «покрапить кровью», то есть капли определенные. Это «дам» а-ля «мизбеях», «савив». «Мизбеях» – это слово «дам» встречалось и раньше. Это «жертвенник». Ну, было два жертвенника в Иерусалимском храме. Здесь имеется медный жертвенник внешний, большой, который стоял в храмовом дворе, и на котором сжигали души жертвенных животных. А теперь слово «савив». «Савив» – вокруг. Отсюда «савива» – окружение. Отсюда «савивон» – волчок, который крутит на хануку. Отсюда «легистов» – крутится, вертится. Но вот это вот слово «вокруг» комментарий поясняет, что имелись в виду два несмежные угла жертвенника. Надо было окропить их кровью, каждый из двух сторон. Таким образом, получалось, что каждая из четырех сторон жертвенника окроплена кровью. Так, теперь давайте посмотрим слово, которое я выписал вам из словаря – «рившить». Как на иврите говорят «снял с себя одежду»? Обычно говорят «я» – «йорэд». Он опустил одежды, но вообще-то снять одежды правильно будет сказать «гившить». Тот же корень, что и в слове «шат» простой. И, значит, словарь «ирис» дает нам значение «гившить» – «раздевать». Но здесь есть еще одно значение, которое, в общем-то, такое же – «сдирать шкуру», снимать шкуру. Здесь что имеется в виду? Снимет шкуру. Снимет шкуру жертвенного животного. «Веевшить» – это жертвенное животное. «Ве нитах» – это операция, разделывание. «Менатеях» – это хирург. «Линтих» – это кусок мяса. И вот, что нам дает «нетах». Вот, что нам дает «ирис». Вот он, пожалуйста. Ну, понятно, что этот файл я вам поставил на Telegram. Но если будет удобно, я, пожалуй, я вот сейчас скопирую просто вот этот словарик. Вот те слова, которые я вам выписал к первому параграфу, я поставлю вам в чат. Вот, чтобы вам удобнее было параллельно просматривать. Ну, слово «эш» – это огонь. Есть еще одно слово, чуть позже мы его увидим, да, которое пишется также, но значение имеет другое. «Ве арку». Только что я вам в песенке «Кадешурхас» говорил, рассказывал про Шульхан Оэх. «Ве арку» и «разложит». Разложит определенным образом. То есть, то, что сейчас на иврите мы назовем словом «влесадер» – устраивать. «Альцим» – «эцим» – «деревья» имеется в виду «дрова», да, то есть определенным образом сложит дрова по леницу. «Альгаэш» – «на огне». Так, дальше. Слово «падер» – «влесадер». Так, смотрим. Вот оно. «Педер» – «сальник». Ну, некая часть, некая часть сальника у кого есть? У быка? А, ну, собственно, мы говорим тут только о быке, да? Значит, очевидно, у быка он есть. То, что дальше, ну, мы сегодня до этого не дойдем. Это уже где-то в четвертом, третьем или четвертом параграфе, да? Говорится о жертвоприношении сначала из овец, точнее баранов, а потом из косточки. Вот, так вот, у барана есть такое, значит, место, которое называется, насколько я понимаю, курдюк, да? Жировые отложения в задней части, то есть над хвостом. А у козы – нет, у козла – нет. И вот, значит, в одном случае упоминается он, а в другом случае – нет. А вот этот вот сальник, да, он, очевидно, у быка он есть. Дальше, ну, эцим – это дрова, векирбо – мы могли подумать, что здесь тот же корень, что в слове корбан, ле-хакрив, приноси жертвоприношение. Нет, здесь это значение другое. Керев, что такое керев, нам это встречалось слово. Бекерев, аам – в среде народа. Так. Дальше слово – у-кра-ав. Ну, тот, кто живет в Израиле и покупает, например, разделанную курицу, да, знает, что… Часть называется кра-а-им, да, что это такое. Определенная часть, даже не буду называть, что это такое. Вот, но, но, но… Здесь, в общем-то, это примерно аналогичная часть чего туши в данном случае быка. Интересное выражение, которое я не знал, но вот… Благодаря вам полез в словарь и нашел его. Аль-кар-эй-кар-ны-голят – на куриных, на куриных ножках. Имеется в виду не избушка, а ложь, вранье. То есть такое вранье, которое сразу очень легко определить, оно не устоит. Кра-а-им, да, что это? Голени, ножки, так. И должен вам сказать, что вот этот корень, Каф, Арейш и Айн, не путайте с корнями, которые могут звучать одинаково или похоже, точнее. Вот, но значение, но пишется другими буквами и имеет, соответственно, другое значение, да. Кор-э-а – это значит склоняемся, преклоняем, склоняемся, преклоняем колени. И в молитве Алейну есть слова ванахну кор-им. У нас, ашкеназов, в ашкеназских седурах написано ванахну кор-им, умиш-шаха-бим, умуд-бим. И на этих трех словах, да, делается три легкие поклона вперед. В седуре Нусаха Эдот Амезрах только слово кор-им, да. Преклоняем колени, да. Так, вот еще одно интересное выражение. Кор-а-ла-леде, то есть преклонила колени, дабы родить, становиться на колени. Кор-а. Хорошо. Не путайте это со словом макара или со словом кор-им. Кор-им-сефер, кор-э-сефер. Там просто другие буквы. Хорошо. Так, так. Вэ-э-э-к-тир. Тоже важное слово. Оно нам попадалось и раньше. Это буквально означает воскурит, воскурение. Что такое воскурение? Это ароматные вещества, которые, из которых составляли смесь в определенной пропорции. Ее зачерпывали совком и насыпали поверх горящих или клеющих угольев, углей. Вот. И за счет этого выделяется ароматный дым. Ароматное воскурение. Вик-тир это и воскурит. Дальше. Слово, которое пишется точно так же, как слово иша. Но читается ишей. Что такое ише? Вот оно. Так. Живоприношение, сжигаемое на алтаре. Ну, примерно вот так. Множественное число – это ищим. Чтец Торы должен помнить, как читается слово, написанное перед ним в свитке, без огласовок. Ибо в свитке никакие огласовки не проставляются. А буквы Алиф, Шин и Эй, естественно, у каждого нормального человека, в первую очередь вызывают ассоциации иша, женщина. И смысл совсем другой. Здесь корень, слово эш, огонь. Ну, женщина и огонь, наверное, не имеют много общего. Так. Рэях, нихоях. Так. Слово рэах – это аромат, запах. А слово нихоах – приятное воскурение, приятный аромат. И вот именно, значит, как выражение, оно вошло в словарь. Вот, можете посмотреть. Рэях, нихоах, аромат, запах. А можно вопрос? Да, да, да. Да? Вот у нас в тексте стоит одновременно, один за одним, слово ола, а потом ише. Одно, кстати, женского рода, второе мужского рода. А, здрасте, Дмитрий, давно вас не видел, да. То есть, все-таки это разные, чем они отличаются? Одно сжигаемое от второе сжигаемое? Ну, я так понимаю, что ола – это конкретно жертвоприношение, жертвы всесожжения, которые, определенные законы есть, полностью сжигалось. А вот что такое ише? Это, может быть, оно относится и к другим жертвоприношениям, потому что от некоторых сжигались части определенные. Вот. Или, может быть, оно относится только к мясу, а может быть, наоборот. Честно говоря, я не следил. Надо посмотреть по тексту. Это слово будет использовано, например, в дальнейших главах, в третьей, четвертой, по отношению к птице, например, или к минха из, как это называется, мука, солэт, из мучного приношения. Надо просто посмотреть. Ну, собственно, ише – это, думаю, что это вообще сжигаемое. Это то жертвоприношение, которое сжигается. А ола – это вот, оно характеризуется. И что это, а именно, значит, бык мускового рода, и с какой целью оно приносится, и какие его там законы. Думаю, что так. Идем дальше, да? Так, вот слово, вот, слово «ксавим» – это овцы. Обычно оно пишется чуть иначе. «Квасим» – «кэвес» – это тоже овца. Бывает такое, что два слова, в которых выменяются местами, обозначают одно и то же. Слово «изим» – это козы, аэз – коза. Вот, как-то я вам упоминал, что для домашних животных характерно, что самец и самка называются неоднокоренными словами. Вот, а, например, «дикие животные» – да, просто добавляется суффикс женского рода. Но, 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 может быть, это относится не просто к домашним животным, а к тем животным, которые считаются чистыми. Хотя, хотя нет, верблюд тоже, да? Верблюд и верблюдица. Во всяком случае, оселы, ослицы – это разные слова. Хамор и атом. Да. Но вот «келев» и «калба» – однокоренные. «Хатуль» и «хатуля» – однокоренные. Так, смотрим дальше. Цафона. Слово «цафон» – это север. Цафона – это к северу. Ну, в песенке Симонея Седера есть слово «цафон» – «скрыть», «говорил». Дальше. «Оф» – слово «оф» – «птица», «птица». А «лауф» – это «летать», да? «Уф», «мипо» – это такое, ну, слоговое выражение «лети отсюда», «ты лети с дороги, птица». Я помню книжечку, очень хорошая книжечка, выпущенная на русском языке известным издательством, называлась «Кнафаим лауф», то есть «крылья полета» так вот называлась. Так звучало и название на русском языке. Но на иврите, значит, наверное, стоило набрать название с огласовками, иначе прежде всего бросалось глаза на «фаим лауф», то есть «крылья для курицы». Вот, надо сказать, что слово «оф» обычно воспринимается не просто птица, а курица, потому что, если сказать, птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, да, как мы называем птицу, например, синицу, или ворону мы называем и другим словом, цифор, цифор, да? Вот, но в данном случае «оф», да, какая птица имеется в виду, сейчас мы увидим. Вот один из видов птиц, а-то-рим или ту-рим, слово «тора», да, которое описывается в точности, как название нашей священной книги, да, означает то, что переводится «горлица» или «дикий голубь». Тот, кто живет в Израиле или бывал в Израиле, обратил очередное внимание, что кроме голубей есть птички, похожие на них, но меньшим размером, такого светло-коричневого цвета, вот это есть горлица «тора», да, или «тор». Так, дальше «йона». «йона» – это голубь, да, слово «йона» женского рода, а вот имя «йона» – это мужское имя, правда, у Сафарадим этим именем называют женщин. А как подчеркнуто, что голубь должен быть мужского рода? Бней-йона, то есть сыновья голубя, но сыновья голубя – это тоже голуби, но голуби мужского рода, да? Это против олахи, потому что «йона» здесь написано только потому, что запрещены взрослые особи голубя, только маленькие. А, да-да-да, до определенного возраста. Поэтому тогда, если мы так, я понимаю, что хочется сказать, но мы тогда нарушаем смысл пасука. Хорошо, но я, честно говоря, никогда не интересовался голубями, и тем более их не разводил, вот, но, наверное, интересно бы спросить, вот голубятник может отличить голубя-самца от голубя-самки? Тем более сенца. Вот я не знаю, честно говоря, что здесь имелось в виду. Давайте посмотрим, есть здесь слово «захар» или как-то подчеркнуто, что жертвоприношение должно быть из определенного пола. Я здесь такого не вижу. Хорошо, давайте смотрим дальше. Вот это слово «умалак», да? Что такое «малак»? Давайте посмотрим, что я вам выписал. Это определенное действие, которое довольно подробно описывается в комментариях, что именно должен сделать Коэн. Это, значит, лишение жизни этой, он должен лишить птицу жизни каким-то особым способом. Не зарезать ее кошерно ножом, а со стороны затылка, специально отрощенным ногтем, значит, переломить что-то там такое. Не будем вникать в подробности, тем более я их не помню. Вполне уважительная причина, верно? Вот это слово «малак», собственно, и означает вот это действие. Ну, может быть, отсюда слово «малако» русское. Возможно. Возможно. Так. Слово «кир» нам известно. Кир – это стена, да, имеется в виду стенка жертвенника. Надо сказать, что три слова в иврите означают «стена». Есть «стена городская», которая называется обычным словом «кир». Есть «стена котель» – это внешняя стена здания. Вот. И есть «стена дофен» – это стена внутренняя перегородка между комнатами. Тем не менее, очень часто вот эти вот слова перепутаны, меняются местами. Так что не всегда можно сказать, когда, например, Раши пишет «киознаем на котлим», потому что у стен есть уши, да, имеет ли он в виду именно вот те стены котель, которые внешние стены дома или перегородки, вот, или когда мы называем котель. Что такое котель? Это, по сути, стена не храма, а стена храмового двора, да, и она, в общем-то, сильно отличается от той стены котель от стены дома, потому что с одной стороны она открыта, а вот здесь мы молимся, а с другой стороны насырь – это просто грунт. Хорошо, идем дальше. «Вэ-э-сир» – «лэ-э-сир» – я вам тоже выписал. «Вэ-сир» – снимать, убирать, удалять, аннулировать. «Вэ-сир» – что он здесь аннулирует? «Эт-мур-а-то» – вот это слово я искал в словаре. И так, и сяк. И мне пришлось влезть в кошерный перевод, чтобы найти, как он переведен там. Перевод, в общем-то, понятен, неизвестен. Что здесь имеется в виду? Определенная часть, которая называется зуб. А почему он так называется? Вот объяснение согласно Раши. Что это такое? Место нечистоты. Ну, я не вижу здесь какого-то корня, который я мог бы объяснить. Продолжая. Ну, естественно, это слово, да, оно имеет вот такой местоименный суффикс, то есть его. Дальше. Бе-но-ца-та. Слово ноца – это перышко, перо. Птичье перо имеется в виду. Ну, вот оно, да. А как называется то перо, которым пишут, да, которым пишут свитектуры? Точнее, перо специально обработанное, заточенное, как это называется, не расколотое, а разрезанное. Так что, ну, я не знаю, многие ли из нас писали такими перьями, или видели, как пишут этими перьями, или знают, как такие перья раньше зачинялись, да, отсюда осталось только название перочинный ножик, да. Вот. Но меня этому учили, поэтому я знаю, что вот инструмент, который вырабатывается из птичьего пера, чтобы им писать священные тексты, называется греческим словом кульмус. Кульмус. А ноца – это любую перышко. Так. Интересное вот такое выражение. Хвастался чужими заслугами, то есть буквально украсил себя, украсился перьями чужими, перьями не своими. Так. Хорошо. Вот. И еще одно интересное слово у нас тут есть, но давайте посмотрим, что там. А, еще несколько слов я успею вам рассказать из этого параграфа, из первого параграфа книги Вайкра. Меносот. Кедма. Слово кедем, да, такое кодем. Прежде, да. Кедем – это восток. Кедма – это к востоку, то есть с восточной стороны жертвенника. Это слово «дэшен». Слово «дэшен». Перевод его… Я выписал здесь перевод? Нет, я не выписал его из перевода. Вот. Но здесь, значит, программа «ирис» дает вот такое значение – минеральное удобрение. А перевод здесь такой – это то место, куда выносят и складируют, ну, обычно говорят, пепел от жертв, да. Но, собственно, это не тот вот пепел, который дунешь, и он разлетается, вот. Вот. А это то, что остается от сжигания туш. Мы видели с вами, что тушу целиком быка сжигали на жертвеннике. Сжигали так, что больше уже ничего там не горело. И все, что было там, поднялось дымом, поднялось запахом, приятным ароматным благоуханием ко Всевышнему. А что осталось? Осталось вот этот вот «дэшен». Маком, да. Эль Маком Адэшен. Да. К месту, где выбрасывают вот этот пепел. Дальше. Ве-щи-са. Может быть, может быть, кто-то вспомнит, где нам этот корень попадался. Нет, вряд ли. Шоса-шеса – это значит «раздваивает копыта». Ума-фриш-парса. Да. Парса – это тоже копыта. И парса – это мера расстояния. Да. Шеса – это буквально «надрежет». То есть «надорвет, но не разделит». Да. Так. Здесь имеется в виду, значит, жертвенную птицу, после того, как она была умерщвлена, определенным образом там еще и надрывали. Так. Бе-кнафав. Слово «канав» – это крыло. Да. Кнафаем – крылья. Кнафаем – лауф. Крылья для полета. И это слово мы говорим в «шмайсаэль». Да. «Аль-канфей бигдэйхэм». Буквально «на крыльях одежды их». В «оскрылках» иногда перевод. Вот. Имеется в виду углы прямоугольные. Да. «Мэрба канфей аарэц» – с четырех крыл, с четырех концов земли. Так. «Ло-явдиль» – корень здесь тоже, что в слове «авдала». «Авдала» – что такое «авдала»? Разделение, отделение святого от будничного. «Ло-явдиль» – не отделит. То есть вот «часа» он должен только надорвать, но не отделить. Вот этим заканчивается, да. Вот здесь заканчивается параграф первый. Ну, немножко слов, немножко времени у нас осталось. По второму параграфу я тоже выписал много интересных слов. Вот. Давайте я прежде всего, значит, если кто-то захочет самостоятельно разбирать, вот это я вам тоже поставлю на чат слова, которые я вам подготовил. Так. Вот вам, пожалуйста. Ну, плюс, естественно, я говорю вам, что в нашей группе обсуждений в Телеграме весь этот файл есть. Ну, что же, давайте посмотрим. «Минха», слово «минха», которое у человека, соблюдающего заповеди, ассоциируется с дневной, точнее, предвечерней молитвой, буквально означает «подношение, приношение, подарок». Так. Дальше. Слово «солид», которое у израильтянина ассоциируется с манкой, манная крупа называется «солид», да, обычно переводится как «пшеничная мука тонкого помола». Я не знаю, почему слово «солид» называется, наоборот, манка, которая является грубым помолом пшеницы. Более того, я даже не могу вам точно сказать, что имеется в виду в перке. А вот, да, там разбираются четыре типа ученика. Дмитрий знает, о чем я говорю, да? Да, есть диссертация написанная, что такое солид. Ага, весьма любопытная. Она как бы противоречит. В одной части текста, в начале Торы, там, где Сара, Авраам, в те времена еще, она думали, что она означает очень мелкая, мельче, чем кема. Да, да, да. Там же перкеявод, который вы сказали, там на самом деле она кульного помола. Да. В итоге сделали мудрецы вывод, солид, она более, скажем так, она тонкой выделки, она более дорогая, но она, конечно же, будет грубого помола. То есть кемах мелкого помола, солид грубого, но она дороже. И там рассказывается, каким образом так получается. Любопытно. Ну, придет Машиев, нам все расскажет точно. Понятно. Ну вот я заметил это противоречие и, честно говоря, не знал, куда там дальше идти. Итак, вот это слово, ва-я-цак, это значит и выльет, и нальет сверху олейга, на нее шемен. Шемен – это оливковое масло. То, что по-русски иногда переводится словом елей. А вот слово левона не имеет ничего общего ни со словом леваним кирпичи, ни со словом левандели. А что такое левона? То, что по-русски ладан, ароматическое слово, смола называется. Некое вещество, комментарий вроде бы, вроде бы, описывает, откуда, как оно добывалось и откуда оно берется, от какого растения. Вот интересное слово. Ве-кам-ац – это глагол, да? А мы знаем, что слово кам-ац называется огласовка. Вот это вот огласовка, полплюсика, под буквой куф, например. Это кам-ац. Почему он так называется? Вообще-то кам-ац – это сузить, да? Кам-ца – это горсть. Ле-ха-к-митц – это быть жадным. Кам-цан – это жадина. Это тот, это противоположность щедрому, да? Потому что кам-ац, он, по идее, вот то а, которое приносится не широко раскрытым в том, как потах. Потах, наоборот, означает раскрытый, да? А, да? Короткое а. А кам-ац – это а, произносимое так не широко раскрытым ртом, и поэтому это что-то среднее, скорее всего, как мы можем восстановить, среднее между а и о. Какое-то э-э-э-о-о. Вот, лучше всего произносят этот звук кроссидские евреи и, как ни странно, бухарские евреи. Вот они это сохранили, да? У ашкеназов кам-ац перешел в просто О, стандартное О, а в некоторых общинах украинских, польских, венгерских, румынских, даже У, да? А у сэ-фарадим других он читается как А, то есть нет разницы между вот этим кам-ацом, да, и вот этим потахом, да? Кам-ац – это возьмет горстью, так? А-с-ка-ра-та – корень зэхэр – поминальная часть, часть, которая нужна для поминания. Ну, посмотрите по тексту, что это значит. Вега-но-терет – нотар – это то же самое, что ниш-ар – оставшаяся часть. Так, дальше. Ма-а-фэ – о-фэ – это печь, и пикать хлеб, например, да? Слово танур – печка. В современном иврите – это духовка, да? Интересно, как в английском языке отличается духовка и тостер-овен. Тостер-овен на иврите так и называется тостер-овен. Так. Халот – хала. Что такое хала? Мы называем переплетенную булку так, но в Аллахе словом хала называется часть теста, которую отделяли для коэна от замешиваемого теста. Но здесь значение ни то, ни другое, а просто халот – это хлеба или иногда переводит пироги. Мацот – точно то же самое, что современное слово маца. Мацот – это опреснаки, пресная хлеба. Белулот – смазанное, да? Или перемешанное, да? Ба – шемен. Шемен – знаем, да? Уркикей. Вот этим словом ркик – оно обычно переводится как оладьи, то есть это плоский кусок теста, который что делает? Или запекается, или обжаривается, да? Мацот – пресный. Мешухим. Корень мем – шин. Хет – означает смазывать, помазывать. Мишха – это мазь, например, гигиеническая или лечебная, да? И отсюда же слово машеях – буквально помазанник. Ну вот эти вот два слова. Патот, то есть куски, кусочки. И мархешет – глубокая сковорода. Я выписал там дальше в словаре. Вот, интересно, именно вот про это. Минхат мархешет поется в песне чуть-чуть другими словами. Хабен им аббат, ашомер шаббат, абен им аббат, соблюдающие субботу сын и дочь, то есть мужчина и женщина, в частности. Ла-эль-ярацу будут угодны Всевышнему, каминха-аль-махават, как подарок на сковородке буквально. Вот, используется просто более современное слово махават, а не мархешет. Мархешет – это обычно глубокая сковородка, нечто типа вока. Почему именно так говорится? Потому что минха-аль-махават – это жертва бедняка, у которого не хватает денег даже купить двух птичек, двух голубей. Поймать чужих не годится. Надо своих вырастить или своих купить. У него даже этого нет. И все-таки из своего скудного имущества он выделил что-то, как минха, как приношение Всевышнему. Поэтому Бог это очень ценит. Ну вот на этом мы, пожалуй, сегодня закончим. Есть еще много интересных слов. Можете посмотреть в словаре. Ну, с Божьей помощью через неделю, я думаю, у нас будет занятие, да? А сам Песах? Договоримся. Посмотрим. Посмотрим и увидим. Ну, значит, так. Еще раз поздравляю вас с месяцем нашего освобождения, месяцем Ниссан. Первого Ниссана уже парочка чудес очень существенных для Израиля, а, соответственно, для всего мира уже произошли в Рош-Ходыш. И будем надеяться, что он в этом году станет нашим действительным освобождением. Вот так. И с наступающим праздником. Еще раз напоминаю, что если у вас есть какие-то пожелания, что-то вы хотели бы разобрать, не стесняйтесь, пишите мне, звоните. Вот, связь имеет место. Так, Натан? Да, окей, тогда мы на этом заканчиваем. Я останавливаюсь.